Обороноспособность страны во многом зависит от вооружения, которое производят наши предприятия. И здесь у Нижегородской области особенный статус. В годы Великой Отечественной войны мы были арсеналом победы, но даже спустя десятилетия регион, что называется, на передовой оборонопромышленного комплекса России. Об этом еще раз напомнили на выездном заседании комитета Госдумы, которое состоялось в Нижнем Новгороде. Глава региона сообщил депутатам, что несмотря на сложную экономическую обстановку и болезненное влияние различных кризисов оборонопромышленный комплекс нашей области продолжает оставаться на лидирующих позициях по целому ряду направлений. Ядерная и атомная энергетика, радиолокация, радиоизмерение, разработка и производство отдельных видов обычных вооружений, боевых взрывчатых веществ, оборудованные для авиастроения. Если говорить о структуре нашего оборонопромышленного комплекса, то она включает в себя сегодня 55 промышленных предприятий, научно-исследовательских, проектно-конструктных организаций, причем 43% из них являются главными в своих отраслях по разработке и выпуску вооружений и военной техники. Сегодняшние мировые реалии заставляют быть предельно внимательными к поведению разных государств. В частности, это касается напряженной обстановки в исламском мире, ну и, конечно же, политика двойных стандартов Соединенных Штатов и стран Евросоюза. Последние события на Украине тому подтверждение. Когда не враг, но потенциальный противник подбирается к нашим границам, нужно быть готовым дать мощный отпор. Но для этого все отрасли нашей оборонки должны всесторонне развиваться. Это достаточно жестко, но справедливо озвучил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Или мы за 3-4 года поправим ситуацию, или у нас непросто со мной. Нас разорвут похлеще, чем разорвали Югославию. Мы должны понимать прекрасно сложившуюся обстановку. Мы для американцев и натовцев не партнеры, а клиенты, которых надо обязательно поиметь. Но нам есть чем ответить сейчас и в будущем. Об этом говорят в оборонных предприятиях. Наши уникальные разработки продолжают будоражить зарубежных специалистов. В частности, нижегородское производство, ОПК, готово делать для российской армии самые современные и высокоточные вооружения. Но на сегодня одна из серьезных проблем отрасли – подготовленные поправки в федеральный закон о государственном оборонном заказе. Здесь, по мнению как Валерия Шанцева, так и руководителей предприятий, необходимо отсрочить введение подобных изменений. Плюс ко всему поправить целый ряд положений этого закона. Иначе оборонное производство может попасть в весьма некомфортное и невыгодное для себя положение. Мы попросили выйти из законодательной инициативы по доработке внесенных изменений в части распространения указанного закона на государственные контракты, заключенные после 1 января 2016 года. Подчеркну, что эти вопросы неоднократно были рассмотрены на совещаниях с участием руководителей предприятий ОПК нашей Нижегородской области. По результатам мной было направлено обращение в адрес президента Российской Федерации. Кстати, позицию нашего региона в этом вопросе уже поддержали еще 30 субъектов России, в экономике которых присутствует оборонный сектор. Свою поддержку обещали оказать и депутаты в рамках профильного комитета Госдумы. Много интересных предложений. Давайте вместе рассмотрим, и мы максимально поможем его скорректировать. Нижегородская область всегда входила в пятерку. Самых грамотных, самых технологически продвинутых, самых успешных. Мы готовы активно помогать. Но помогать тем, кто работает, думает, изобретает, а не пьянствует и ворует. С удовольствием будем помогать вам и в будущем. Спасибо.